всем здравия меня зовут максим я проживаю в польше и увлекаюсь ножами в частности складными ножами и на моем канале можно найти кучу информации на эту тему а сегодня я хочу поговорить о том какие ножи разрешены в польше какие запрещены и в общем о ножевом законодательстве здесь и сразу скажу что я не являюсь официальным источником я нашел эту всю информацию в интернете в частности на государственных сайтах но все равно если вас конкретно детально все это интересует эта тема вы планируете тем более как-то приезжать в польшу со своим добром или увозить его отсюда то лучше вам обратиться в государственные источники как минимум почитать все это на тех же их сайтах потому как по роду своей деятельности я очень часто сталкиваюсь с людьми которые насмотрятся различных блогеров в фейсбуках в ютубах во всяких тик токах и потом рассказывают остальным как нужно делать хотя это в корне неверно и таким образом они создают проблемы мало того что себе так еще и другим людям повторюсь всегда и везде ищите информацию только в официальных источниках тех стран вопросы которых вас интересуют и давненько хотел записать это видео а подтолкнули меня к нему комментарии на тему этого ножа call steel te light 6 он у меня без шпенька я его снял и поэтому когда его показываю своих обзорах в своих видео то можно видеть как люди пишут что это теперь является холодным оружием или же она запрещено или же еще что-то законы ваших стран я не знаю и так холодное оружие и что к этому относится именно в польше в польше холодное оружие называется бронь бяло если перевести дословно то это белое оружие и холодное оружие это оружие которое наносит урон используя силу человеческих мышц и я не буду сегодня останавливаться детально на всех его видах клинковая бесклинковая и так далее тема сегодня это чисто ножи и любые ножи в польше независимо от клинка от его толщины и так далее не относятся к холодному оружию единственное что как указано в законе нож не может быть скрыт в другом предмете и узнать это можно из закона от 21 мая 1999 года об оружии и боеприпасах статья 4.1 если в законе упоминается оружие это означает первое огнестрельное оружие в том числе боевое охотничье спортивное газовое и сигнальное второе пневматическое оружие третье выводящие из строя газовые метатели четвертое инструменты и приспособления применение которых может создать угрозы жизнью или здоровью и вот к этому четвертому пункту как раз и относится холодное оружие под пункт а холодное оружие в виде лезвия спрятанных в предметах не похожих на ножи кастеты и нунчаки дубинки имеющие наконечники из тяжелого и твердого материала или содержащие вставки из такого материала палицы из дерева или другого тяжелого и твердого материала имитирующая бейсбольную биту б тетевное оружие в виде арбалетов в предметы предназначены для вывода людей из строя с помощью электричества и на все это вышеперечисленное требуется разрешение также в этом законе поясняется про электрошокеры про бейсбольные биты что к этому относится что нет опять же я на этом не акцентирую сегодня внимание и из этого следует что на все другие виды холодного оружия не указанное в законе разрешение не требуется все граждане имеют к нему свободный доступ и опять же повторюсь что нож независимо от длины толщины клинка упоров складной а не складной автоматически и так далее не является холодным оружием также в свободном доступе помимо ножей есть мечи и сабли и так далее которые вы можете приобрести без разрешения но естественно это не означает что вы можете их носить везде и всегда если вы будете идти с катаной по центру города в людном месте или же на стадионе то это ну как минимум вызовет много вопросов и интерес органов правопорядка еще интересный момент по огнестрельному оружию в польше легально и не требует разрешения и находится в свободной продаже огнестрельное оружие на черном порохе покупатель всего лишь должен быть совершеннолетним 18 лет где и как его хранить и использовать я не узнавал так как это меня не интересует поэтому в польше можно приобретать любой нож и не переживать о его легальность хоть это будет глок 78 или же cold steel срк которые являются холодным оружием и требуют дополнительного разрешения в ряде стран и так далее включая различные автоматические ножи полуавтоматические и прочее 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 не замеряют ни упоры ни все остальное не твердости по роквеллу клинков единственное что как указано в законе нож не может быть скрыт в другом предмете это по типу как к примеру расческа а в ее рукояти если вытащить находится клинок или же трость с клинком внутри или же какой-нибудь зонтик с клинком в рукояти нож должен быть ножом и не маскироваться под другой предмет и еще важно дополнение вся эта информация актуальна на данный момент сентябрь 2024 года потому как законы имеют свойство со временем меняться и я считаю что в польше закон который касается ножей максимально лояльных людям далеко не все страны в евросоюзе в европе имеют такие разрешения очень часто в различных странах да и даже в их регионах если взять сша например могут быть различные ограничения могут быть запрещены ножи с одноруким раскрытием или же ножи с замками или же ножи по какой-то определенной длине клинка поэтому прежде чем куда-то отправиться обязательно изучите законодательство той страны узнайте правила перевозки в пограничных службах и или авиакомпаниях на этом на сегодня все до встречи в следующих видео конец связи